всем привет вот такая вот очередная у нас куча посылок сейчас мы все как традиционно распакуем тут у нас 24 или 26 посылок вот сейчас мы все распакуем и потом по отдельности посмотрим как всегда это прорвало аэл треки долго их не доставляли почему-то именно они никуда не доходили и сейчас мы опять как бы они дошли 2 по 70 80 дней посылки эти были где-то неизвестно где и сейчас они дошли сейчас мы на них посмотрим и так вот куча товаров сразу скажу на вскидку что вот вот это вот это с магазина light in the box ну в основные как бы посылки здесь это все gear best магазину вот это вот это light in the box и вот вот это вот это я брал два штучки для кубиков рубика смазка для кубиков рубика но он до нее дойдем то есть вот это вот две у нас посылки flight а в остальное по моему все gear best и причем много некоторые посылки у нас повторяются поэтому мы сразу сейчас отложим посылки которые у нас повторяются то есть уже были раньше в обзорах ppb 012 самые как бы лучшие наушники в ценовом диапазоне до 10 долларов то есть они стоят 499 последний раз я смотрел цена была плюс можно применить поинты то есть можно сбросить до там 4 долларов ну ниже значительно и взял одни золотые одни вот такие вот отличные наушники просто у нас суперовые они и поэтому я взял еще получается 4 штучки и сразу откладываем потому что они уже были у меня есть детальный обзор на них сравнение там с другими наушниками вот откладываем далее ли такала 100 обычно по давайте посмотрим единственное что интересует это старая версия или новая в новой версии в обычный такой вот пакетик его заворачивать это новая версия то есть упаковки раньше был такой пластиковый конкретный мешочек пластиковый мешочек которым можно было хранить вот тоже откладываем далее давайте посмотрим вот эти вот лампы сяомишные тоже у нас были они сейчас на них акций практически не бывает но раньше были очень часто я покупал почти в каждой акции по 0.99 центов они по-моему продавались вот отличные фонари есть в обзорах поэтому тоже откладываем и вот такой вот gps да ты типа трекер на ключник вот тоже был у нас тоже откладываем и вот кабель me 4c я взял наверно штук 4 5 потому что кабель довольно таки неплохой но вот здесь вот допустим у меня он долго и нормально как бы ничего с ним не произошло но вот уж не у меня вот здесь он переломался перетерся вот в этой месте и поэтому я их несколько заказал на запас довольно таки неплохого качества кабеля но они со временем как бы до любой любого качества со временем уничтожается поэтому я их набрал и тем более цена небольшая вот на запас всегда будет более type-c ну вот пригодится но остальное вроде бы мы уже не смотрели но вот вроде у такое уже у нас было ганза если этот этот мультитул давайте бегло на него посмотрим вот да этот мультитул все то же самое буквально вот в предыдущем или за один обзор за одну мега распаковку да мега распаковка по моему от 12 января или 13 января от 13 января мега распаковка более детально мы на нее посмотрели откладываем наушники сяоми тоже откладываем по 255 их постоянно акция происходит мы они уже были неоднократно поэтому мы их откладываем вот такие вот гирлянды гирлянда тоже была недавно в обзоре буквально там ну одна из мега распаковок гирлянда очень классная я купил по моему три или четыре штуки поэтому периодически они могут попадаться в обзоре это по моему вторая пришла дальше по моему получается ага вот еще свисток сяомишный был уже неоднократно и вот такие вот зубные щетки зубную щетку я тоже уже брал но сейчас мы его распакуем она только в одном обзоре была розового цвета ну давайте с нее и начнем мне очень понравилось она вибро по моему ценник у нее 299 учитывая того что здесь несколько насадок головка маленькая то есть неудобно что чистит зубы даже внук далеких местах то есть в отдаленных местах куда обычно бабу большой щеткой достать нельзя и это мне очень нравится здесь две таких насадки и поэтому получается три щетки по доллару каждая то есть ну с вибро вначале я прикола не понимал но сейчас со временем я как бы привык не и мне очень нравится что она вибрирует но и цена естественно у нее как бы маленькая небольшая идет вот такая вот коробка у меня розового цвета я сейчас пользуюсь ну была акция на розовый и теперь появилась на синий акта я взял себе в синий все-таки я мальчик и розовый цвет как-то не камильфор вот такие вот насадочки вот и сама щетка питается она по моему от одной батарейки 3 а вот так это выглядит вибрирует классно в обзор уже у нас на нее есть вот мне она очень понравилась и я взял еще одну себе когда появилась была на розовую акции я взял по акцию первый раз и теперь была акция на синий я еще взял синюю себе вот откладываем дальше дальше обычная переходить голкома пакет вот сразу порвался у нас как всегда вот обычный переходничок голкома они мне нравятся я их несколько штучек заказал уже несколько пришли тоже откладываю вот что дальше дальше давайте уже браслет браслет жестче резину резина жестче здесь браслетик а да она полностью жестче идет здесь ну вроде неплохо сделан такой камуфляжного цвета ремешок вот вроде неплохой давайте посмотрим фаерберт что это у нас вот будем справа ложить то что мы еще не прошли вот это кстати тоже чехол для пауэрбанка 2 2 версии тоже откладываем уже в неоднократно был чтобы не затягивать слишком время и так фаерберт ножик это какая-то какой-то пластик да это пластик вот так он выглядит здесь он не заточен вот здесь он да вот это вот отверстие которое она не грань не округлена и можно поцарапаться в нее порезаться когда доставать будете то есть ну со временем он да я думаю с под затрется немного и станет такая более гладенькая но сейчас она такая островато и можно можно порезаться если допустим вот так пальцем пробовать открыть одной рукой то можно ну как бы больновато она одной рукой не получается вот здесь есть защелка до которая но само лезвие мне очень нравится видите мы банк байк гангу f6802 нож острый и вот так выглядит у меня есть нож которым я пользуюсь вот на санрену вот он очень офигенный и я его как бы ну просто обожаю и попробовал еще взять ганга кангу он как мне кажется он легче но лезвие у него больше да у него тоньше ручка она не она сделана из другого материала не такого как бы как здесь здесь такой металл жуткий вот здесь она легче ручка но довольно таки крепкая и вот отлично выглядит давайте попробуем что-нибудь разрезать до острый острый нож легко все режет вообще давайте что-нибудь другое попробуем вообще-то санрену по моему хуже режет так мы немножко мы напачкали здесь ну отличный нож режет он классно но вот здесь жестковато он до закрывается и смазан здесь видно смазки немножко есть прозрачный вот классный ножик все отлично буду с удовольствием им пользоваться так а где он был без чехольчика просто так пакетики на вот откладываем далее далее давайте сразу же раз ножей начали давайте посмотрим это по моему такой же точно такой же потому что я влюбился заказал еще один себе потому что вдруг что с этим случится я смогу да точно такой точно вот такой коробке он идет то есть подарочная красивая коробка вот они одинаковые полностью в каждом обзоре я сейчас распаковываю именно этим ножом он очень острый он очень классно единственное что от упаковок вот здесь на конце накапливается клей но его помыть ну то есть он начинает хуже резать после того как вот несколько распаковок провел вот и клей вот здесь накапливается но его обычной там мочалкой протер все и он опять становится острым отличный нож ну реально очень классный я в него просто влюблен и поэтому купил еще один себе это ну просто просто крутейший может который я держал в руках ну и принципе они особый ценитель там чтобы там тащиться по ножам и коллекционировать их но вот этот нож который да там можно сыну подарить коробку положить ее пусть хранится сын подрастет и можно ему подарить допустим такой вот дальше давайте отложили дальше ну давайте начнем уже колоночку посмотрим в лайки я не помню цену как бы но она там что-то недорого стоило и поэтому заказал на есть вторая версия и вот это первая версия кому-то вот она вот так выглядит легче легче она чем вторая версия и это первая как бы версия легче чем вторая и здесь нету громкости качельки громкости переключать ну давайте попробуем включить заряженном нет заряжен и давайте попробуем подсоединиться где-то послушать не bluetooth пикер появился все присоединен ставим сразу пошло меня пойми все что я себе сказал неспроста ведь я пришел к тебе навсегда до роста ведь я пришел к тебе навсегда но мама мама брат брат секунды стира случится это еду я встречай масла под моей задницей 3 и 2 в общем классно звучит но значительная тише и по моему это немножко она басисти чем вторая версия вторая версия она значительно громче играет и вот здесь задняя крышка она сильно вибрирует когда ты включаешь музыку робби это стойкий траги может глупости разбил во второй версии я как бы такого не замечал такой сильной вибрации на задней крышке задняя крышка на пластиковая вот так посмотрели давайте выключаем ее и пойдем дальше мне понравилась колонка хорошая колонка и единственное что она звучит немного тише чем вторая версия вот и ну нету управления громкости на самой колонке вот откладываем пошлите дальше дальше давайте вот такое посмотрим это вот посылка он да у нас была алиэкспресс был light in the box и вот это вот по моему либо rosegal либо banggood что-то из этого то есть списке но будет ссылка ссылка будет в описании к видео и и так инструкция здесь у нас показывает влажность показывает температуру и показывает время вот такие вот часы с будильником со всеми со всеми пряниками на такие легенькие они небольшие вот это вот кнопочка есть вот у меня такие большие сейчас красные часы которые видно из любой стороны комнаты и я подумал что возможно вот такие будет интересно поставить и где-то вот или может на кухне их поставить потому что на кухне у меня часов пока нет для старта нам нужны 3а 2 батарейки формата 3а вот и давайте посмотрим сразу показывает температуру влажность вот и тем темно то есть но я как бы не люблю такие вот подсветки темные потому что издалека их практически не видно то есть и вот есть подсветка но она же не постоянно тухнет так можно выбрать цельсий фаренгейт формате часов 20 12 часовой или 20 или 24 вот ну да естественно подсветка вот мне не нравится конечно подсветка потому что если вдалеке поставить она сейчас потухнет и посмотрим вот вдалеке так с подсветкой она хорошо видно сочно все одно без подсветки конечно непонятно что а часы в основном нужны для того чтобы глянул невооруженным взглядом и было понятно сколько времени вот ну принципе такое мы сделано очень качественно дегу название вот здесь у нас надпись ну за лайк вот от двух батареек питается и можно дну то есть влажность температура и часы как бы до в одном пока постоит давайте пойдем дальше инструкция инструкция на английском языке в принципе часы это такая такая штука которая интуитивно понятно и без инструкции поэтому откладываем давайте в коробку просто интересно оставить постоит пусть изменится ли показатели потому что ну по сути он был выключен до температура теплее становится вот он был выключен к откуда он может знать температуру поэтому пусть проверяет далее вот такие вот снеговики снеговики тоже я не помню по-моему ли гиробест или откуда-то в общем гирлянда много гирлянд пришло таких подобных а тут просто на них еще одет сверху вот такой вот снеговичок вот обычная гирлянда которая уже у нас много было и так вот диодик сейчас вот вот так вот лучше видно теперь вот обычные диодики то есть обычная вот эта лампа от трех батареек просто на каждый диодик одет снеговичок и я вот с этого снеговичка вот у них сзади идет такая крышечка заглушечка и я когда его брал вылетела эта заглушечка и соответственно его нельзя закрыть сейчас я ее найду и мы продолжим дальше нашел эту пластиковую заглушечку вот она вот так выглядит так она выглядит заглушечка и давайте мы дед мороза обратно пристегнем вот уже как бы новый год закончился на следующий новый год будет украшение вот много гирлянд у нас уже такого типа от трех батареек давайте попробуем взять батарейки и запустить по моему эти снеговики в разделе ван доллар или может путаю что-то или может другом в любом случае в описании видео будет ссылка на этих снеговиков вот ну и вот так отлично они выглядят эти снеговички давайте ближе на какого-нибудь посмотрим вот хорошая гирляндачка будем с удовольствием ей пользоваться поехали дальше 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 вот такие вот три набора ложек я взял это походные наборы давайте распакуем посмотрим вот в таких вот чехольчиках они отломана собачка сразу видно давайте посмотрим вот так вот отломана собачка сейчас проверим у остальных будет ли она отломана или нет ну вот на первой сразу отломана собачка идет у нас металлические ложка по моему вилка и палочки палочки вот тоже одна какая-то палочка здесь дырка то есть брак ну палочки это не особо как бы проблематично что они с браком потому что мы ими практически не пользуемся вот и разве что побаловаться вот ложкой вилка интересные и сделаны довольно таки неплохо тонкие но вы чеками на так неплохо походная ложечка и походная вилочка таких чехольчиках можно там брать на природу допустим или куда-нибудь вообще эти чехольчики можно сюда что угодно закинуть вот вилка ложка с браком у нас одна вот с дыркой трубочка 1 давайте посмотрим остальные будет ли там брать вот здесь собачка есть ну да она действительно очень тонкая вот поэтому неудивительно что она отломалась на той штуке вот открываем дальше смотрим здесь у нас палочки отличные без какого-либо косяков брака ложечка вилочка тоже с ними все отлично вот здесь какой-то черный цвет на ложке вот то ли краска облучилась непонятно в общем вот и давайте третий проверим походы можно брать смело причем можно их в один чехол ложки вилки все скомпоновать и засунуть в один чехол а палочки оставить дома потому что в принципе они не нужны ну хотя можно и куда-то там сбить колышек как колышек использовать вот фокусировка спадает все простите за это вот давайте ложку с вилкой проверим тут тут отлично все с ложками вилками давайте мы эти все возьмем вот так попробуем и смотрите три вилочки три ложечки засовываем в один чехольчик вот закрываем и все у нас походная есть такая вот сумочка с тремя вилочками ложечками вот и не нужны нам вот эти вот другие контейнеры так откладываем их сейчас все и осталось у нас остались у нас боксы orico они orico а моего моего они по 399 по моему продавались боксы это боксы для винтов у меня есть хороший бокс от orico с usb 3.0 вот гарантия качества но я купил роутер вайфай присобачил туда а мне теперь нужен для иксбокса бокс для винта который переносной устанавливать и поэтому я купил вот эти два штуки они тоже по моему интерфейс 3.0 или 2 давайте посмотрим как она открывается вот вот подключается сюда вот так она выглядит подключается сюда винчестер вставляется в коробку и туда выходит провод непонятно а то есть винчестер наверное отсюда с этой стороны да с этой стороны он вставляется вот так это открывается вот вот так вот так неплохая задумка то есть вставляется в винчестер у сюда и закрывается вот так вот он крышечкой и получается вот такой вот боксик не фонтан я ожидал лучшего большего но сойдет в общем в общем целом сойдет давайте посмотрим на 2 то же самое или нет вот лучше бы я все таки взял орика до два разных цвета я заказал и беленький беленький цвет вот так выглядит беленький цвет вот и последняя последняя эта смазочка да вроде же мы уже все посмотрели смазка посмотрел я у нас маска продается в киеве то есть и мне получается цена как бы да то же самое что и купить китае но стоимость доставки выходит получается в два раза дороже за счет доставки по цене как бы смазка то же самое выходит а вот из-за доставки намного дороже получается так как белого цвета она такая как молоко это смазка я смазывал давайте немножко капнули я смазывал кубик силиконом вот и не скажу сразу что лучше не мучайтесь силиконом а сразу купите вот такую вот смазку для кубиков специально и и с силиконом не мучаетесь еще чуть-чуть поразрабатывать и но действительно он легче сразу купил в общем вот такой вот смазки вот это вот состав специальный он но его на дольше хватает чем силикона силикон он выветривается быстро очень быстро он начинает плохо крутиться кубик то есть вот это же 7 смазка она такая немножко загустеет то сейчас она жидкая белого цвета вот но она немножко загустеет и ее на дольше хватает то есть допустим я валк 3 ни разу еще не смазал заводской смазкой она вот немного ее видно здесь внутри белого цвета вот он специально смазан такой смазкой вот такой вот типа опухи есть разные как бы но я первую попавшуюся взял но это все равно будет лучше чем смазывать обычным силиконом ну и валк 3 он конечно крутится значительно быстрее проще и легче у нас сама сама конструкция у него проще потому что конечно этот хуже ну у меня есть отдельный обзор об этом вот в принципе у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок